Бег появился в моей жизни давно, в четырнадцатом году. До бега я абсолютно жил другой жизнью. Я, как все, как любая молодежь, пил, курил, вел неправильный образ жизни, как на тот момент мне казалось. Увидел ролик на YouTube, где человек бежит. Меня это так вдохновило. Я подумал, странно, он бежит, а я нет. Он может, а я нет. И я решил тоже попробовать. Я помню, как сейчас я посмотрел этот ролик, решил поехать в магазин, я купил кроссовки. Купил кроссовки те, которые мне понравились. Может быть, они даже были и не беговые, просто они были классные, желтые. Я их захотел, я их купил. Вечером я их отдел и просто побежал. У меня не было какой-то цели, не было планов. Я даже не понимал на тот момент, что есть любительский спорт и что есть такое понятие, как тренер и вообще зачем это все надо. Я для себя просто понял, что я могу пробежать определенную дистанцию. Я не знаю, сколько я пробежал, но я помню, что когда я вернулся домой, я такой, вау, ну это круто, это что-то новое в моей жизни. Я очень радовался этой первой пробежке, потому что я сделал больше, чем до этого в своей жизни делал. Вот, и эти эмоции со мной сохраняются и по сей день. Я перестал, у меня исчезли все плохие и вредные привычки, и я начал заниматься спортом. Начал бегать, получать кайф от жизни. Полностью перевернулась жизнь с ног на голову. Беху улучшает качество жизни, и я на собственном примере это увидел, когда познакомился с клубом «Рука об руку». Клуб для детей с особыми потребностями. Это клуб, в который попадают детки, которым не так легко можно начать заниматься спортом. И в этом клубе есть специальные гайды, которые сопровождают таких деток на пробежках, сопровождают на соревнованиях, готовят их к соревнованию. Я видел, как бег влияет на этих деток, как он улучшает их качество в жизни, как они начинают коммуницировать с людьми, как они учатся, как они улыбаются, насколько они счастливы. Я видел, как у таких деток горели глаза, когда мы прибегали на финиш, как они радовались этой медальке. Они начинали улыбаться, они начинали больше коммуницировать с людьми. То есть до бега эти детки были как зажатые такие. А вот после бега ты видишь, что он радуется, и он радуется по-настоящему. Не так, как мы с вами, а вот как настоящий истинный ребенок, которому дали что-то вот такое прекрасное. Бег помогает социализироваться абсолютно всем, независимо от твоего здоровья, независимо от твоего качества жизни, твоего качества жизни. Бег – это возможность выйти из зоны комфорта для абсолютно всех, и даже вот для детей с особыми потребностями. Это классно вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотивацию очень легко на самом деле найти. Нужно просто окружить себя людьми спортивными, искать тусовочные места. Например, у нас очень много ребят бегает на Труханове, есть много клубов. Когда ты попадаешь в беговой клуб, у тебя сразу вырастает комьюнити, у тебя появляется новое общение. И мне кажется, самый легкий способ войти в бег – это войти через клуб. Для меня бег – это в первую очередь как нетворкинг. То есть это возможность встретиться с классными, интересными людьми. Очень много клубов бесплатных, где ты можешь не просто научиться бегать, где ты можешь быть внутри этой тусовки. И вот именно тусовка даст тебе возможность сохранить вот эту дальнейшую мотивацию выходить на пробежки. Потому что даже мне тяжело одному выйти на пробежку. Иногда утром просыпаюсь, думаю, зачем оно мне надо, я лучше посплю. Но когда ты уже договорился с кем-то, тебе в априори легче. Ты не можешь уже слиться, ты не можешь сделать шаг назад. А во вторую очередь – это путешествие, посмотреть Украину, посмотреть мир. Я решил, что хочу побывать в четырех новых странах, в которых никогда не был. И бег мне дал такую возможность. Я решил, что в каждой из этих стран пробегу по марафону. Это Польша, Венгрия, Румыния и Турция. И каждое воскресенье в каждой из новых стран я бежал по марафону. Сначала пробежал в Варшаве, потом в Стамбуле, потом в Бухаресте и потом в Будапеште. И это был такой бег-экскурсия, я его называю. Очень классный поинт, потому что ты прилетаешь на лоукосте на два дня в город. И чтобы его успеть посмотреть, ты одеваешь кроссовки и бежишь. А я это еще совместил с соревнованиями. То есть я бежал официальные четыре марафона каждое воскресенье. И это был классный поинт, который отложился у меня вообще в голове. Я очень рад, что я смог это сделать. Каждый марафон был как какое-то некое испытание. Потому что бежать каждое воскресенье тяжело на самом деле. Но тоже прикольно, ты бежишь в толпе таких же единомышленников, как ты. У вас там 20 тысяч человек стартуют. Ну это очень классно, очень круто. И я каждому рекомендую воспользоваться таким шансом для себя. Открыть беговую экскурсию, я это называю. И когда ты попадаешь, ты начинаешь бегать, ты попадаешь в эту тусовку. Ты начинаешь окружать себя людьми, искать таких же драйвовых людей, как ты. И комьюнити начинает вокруг тебя расти, появляются новые люди. И ты меняешься. Бег тебя меняет. Субтитры сделал DimaTorzok если ты никогда не бегал и хочешь купить свои первые кроссовки ты сто процентов сделаешь ошибки но через эти все ошибки через эти ошибки проходят абсолютно все люди для того чтобы минимизировать риски и минимизировать травмы и ошибки конечно круто сразу найти себе тренер но тренера это не залог твоего успеха тренер не даст тебе стопроцентную гарантию что у тебя не будет травм что ты будешь кайфовать от спорта потому что для меня любительский спорт это в первую очередь любить тренер в первую очередь от тренирует они учат тебя любить бег поэтому рекомендация наверное простая это одеть кроссовки выйти на пробежку на самую короткую пусть это будет там 20 минут и пробежка должна чередоваться с ходьбой то есть не бежать сломя голову там первую свою тренировку вот как я могу я быстрый нет первая тренировка она всегда начинание спорте должно быть всегда легким ты должен легко войти чтобы не быстро выйти то есть начинать с ходьбы чередовать это с бегом минуту прошелся минуту побежал минуту прошелся минуту побежал и если ты это будешь повторять изо дня в день то скорее всего через там две-три недели ты уже сможешь полноценно бегать и за это время за эти две-три недели ты поймешь любишь ли ты бег или нет если ты чувствуешь любовь к бегу вот тут уже можно задуматься о поиске тренера а можно попробовать самому разобраться взять литературу почитать посмотреть youtube это все доступе ты можешь обучиться самому тренер это лишь человек который из даете возможность не учиться самому то есть тренер это который тебя учит если ты готова обучаться сам ну скорее всего тебе тренер не нужен и ты можешь быть сам себе тренером если ты конечно не готов стать чемпионом мира для обычного бега тебе достаточно будет кроссовки минимальные шорты хорошая драйфит футболка какой-то трекер часы телефон неважно и можно там еще обзавестись пульсометром и и все и просто бегайте наслаждаться жизнью кайфовать процесса самый важный момент беговой для меня был в одессе в 2014 году 22 марта потому что этот бег кардинально изменил мою жизнь мое понимание жизни со мной случился марафон в эту дату в одессе ровно ту дату когда год назад я бросил пить и курить поэтому для меня этот марафон такой некий переломный момент что я год продержался без курения без алкоголя в жизни и его спустя год я смог пробежать этот марафон еще и самым лучшим результатом который у меня есть вообще за все мои там девять лет спорте я очень горжусь наверное и своим результатом и своим достижением и я очень рад что вот со мной случился этот бег в одессе я как сейчас помню я туда поехал у меня не было особо подготовки я на тот момент еще не понимала что такое марафон потому что не было большого опыта бегового у меня я туда приехал не подходящей форме я бежал в вело джерси не в беговой футболке было очень жарко я бежал в штанах то есть моя неопытность сыграла со мной конечно злую шутку и если бы я был более опытный скорее всего пробежал бы быстрее но в целом я очень доволен потому что это такая значимая дата в моей жизни дата которая напоминает мне что я изменил свою жизнь и изменил ее к лучшему когда ты уже начал заниматься с тренером очень важно бегать на стадионе для того чтобы делать беговые работы скоростные работы специальные беговые упражнения для этого лучше всего подойдет локация стадион потому что стадион имеет определенную длину 400 метров окружность все размещено и очень легко делать интервальные работы плюс покрытие резина что сразу снимает нагрузку ударную по стадионам в киеве конечно не так все хорошо как хотелось бы но мне кажется в каждом районе киева есть более менее хороший стадион для меня например самый топ был когда-то стадион атлет правда его сейчас закрыли на ремонт и есть я открыл для себя другой стадион русановец на русановке очень классное покрытие крутой стадион киев очень беговой город здесь очень много локаций крутых для бега например тут например труханов очень популярное место там наверно самая большая концентрация бегунов потому что есть парковка это максимально flat дистанция очень легкая то есть для новичка очень легко можно войти в бег потому что ты бежишь по ровной поверхности асфальтной в днх тоже тут есть круг пять километров максимально плоский максимально классный минимально на солнце еще классные локации набережная днепровская русановка озеро тельбин на озере тельбин есть даже беговая дорожка два километра для того чтобы максимально снять нагрузку ударную потому что прорезиненная поверхность на русановской набережной круг есть четыре километра тоже классное место потому что ты бежишь вдоль реки вдоль воды без машин без практически без людей еще есть такой формат в киеве как бег по улицам но я эти честно не бегу мне такой формат не очень заходит но клубы беговые такой экспериментируют то есть они бегут прямо по городу через там светофоры тем самым популяризируя максимально бег это очень классный point но я не готов бегать с машинами например мне это не очень заходит мне больше заходит trail running который в киеве тоже очень развит самая топ локация по моему мнению это голосеевский парк тут очень много гора классные есть тропы много здесь тренируется клубов специализирующийся как раз на подготовке trail running а есть еще парк дубки на нивка тоже там есть ребята которые проводят прям тренировки с тренером ты можешь научиться бегать с палками в лесу это очень классный point посты он Субтитры создавал DimaTorzok